МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В эфире время новостей в студии Инны Емельянова. Наши корреспонденты следят за развитием событий в регионе и областной столице. И сегодня в выпуске. Присвоение гимназии номер 4 имени великого русского писателя, вопросы землепользования и многие другие. Сегодня в повестке дня заседания Волгоградской городской думы 26 пунктов. За 6 лет были такие очень серьезные данные и старт тем программам, которые и сейчас реализуются. Были произведены очень серьезные решения по инфраструктурным проектам, не все из доведенных до сведения прокурора проблем подлежат разрешению, хотя бы потому, что заявители могут добросовестно заблуждаться в своем праве. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова провели прием предпринимателей. Зарождение интереса к гравюре как к объекту коллекционирования началось в Петровскую эпоху. Он прорубил окно в Европу. В Мемориально-историческом музее Волгограда открылась выставка, посвященная Петру Первому. Сотрудники регионального управления ФСБ России и регионального главка МВД задержали членов экстремистской ячейки. Те готовили захват власти, а также вооруженное нападение на социальные учреждения и правоохранительные органы региона. Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области на территории региона выявлены местные жители, причастные к созданию экстремистской организации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспроменяющих смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств. Следственным подразделением у ФСБ региона возбуждены уголовные дела по статье УК РФ об организации экстремистского сообщества. Задержаны четыре человека. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и действий по выявлению других участников и эпизодов их противоправной действительности. Восстановить дороги, социально значимые учреждения и оказать всестороннюю помощь жителям. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Станично-Луганский район Луганской Народной Республики. Вместе с ее активом обсудил вопросы, не терпящие отлагательств. Важным шагом стала передача подшефной территории 19 единиц техники, стройматериалов и необходимого оборудования для налаживания нормальной работы всех служб Станично-Луганского района. В райцентре подшефного района Андрей Бочаров возложил цветы к братской могиле советских воинов и мирных жителей, погибших в ходе обстрела Станицы Луганской в годы Великой Отечественной войны. Также поставил свечи в Свято-Никольском храме. Губернатор побывал на социально значимых объектах, пострадавших от обстрела со стороны украинских вооруженных сил. В здании ясли сада «Сказка» снаряд пробил наружную стену. Дети были в садике, дети находились в это время в своих групповых комнатах. Они только как в 15 минут покинули эту комнату, потому что здесь с 8 часов утра до 8.30 проходят втренняя инвестика. Это у нас была оборудована спортивная комната. В здании районного ДК после арт-обстрела пробита крыша, искажен зрительный зал и прилегающая территория. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт других помещений. К восстановительным работам приступили волгоградские строители. К сентябрю все основные задачи будут выполнены. Дом культуры приведет в порядок. Единственное, что надо учесть будет, еще раз я говорю, чтобы мы это сделали на самом деле от души. Волгоградцы трудятся еще на одном объекте района. В селе Валуйское они восстанавливают дорогу по улице Горького. Андрей Бочаров проинспектировал ход работ, заехал в местную среднюю школу. В феврале из-за обстрела вооруженными формированиями Украины в ней были повреждены кровля и фасад здания, разбиты окна. Ремонтные работы в сельской школе также ведут специалисты из Волгограда. Можно пару школ попросить, а оно здесь, а где там построят. Станично-Луганскому району регион передал 19 единиц техники, 5 тракторов, 6 микроавтобусов, легковые автомобили повышенной проходимости, стройматериалы, другую гуманитарную помощь. Подписи под документом о шефстве Волгоградской области над Станично-Луганским районом Луганской народной республики 28 июня поставил Андрей Бочаров и глава района Альберт Зинченко. С каждым днем активно преображается и сквер на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда. В ходе работ по благоустройству в рамках рек проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда» в нем появились новые садовые светильники. Они будут освещать пешеходные дорожки в темное время суток. В скором времени на территории общественного пространства установят светодиодные 4-метровые фонари. В сквере завершают и отмостку нового тротуарного покрытия. Согласно проекту, пешеходную сеть расширят с учетом сохранения зеленого фонда. Напомним, первую очередь сквера на площади Чекистов благоустроили в прошлом году. Второй этап нас включал благоустройство на территории порядка 7 тысяч квадратных метров, мощение брусчаткой порядка тысячи квадратных метров, высажено 47 деревьев и более 1100 кустарников. Естественно, сопутствующие работы – это и звуковое оповещение, и освещение, поливочники. То есть очень большое количество газонов мы сделали на склонах. В этом году здесь высадят тысячи зеленых насаждений, растений и деревьев – ель, сосну, рябину, иву, можжевельник и другие. В настоящее время специалисты укладывают рулон на газон. Вдоль пешеходных дорожек в скором времени свое место займет парковая мебель. Как отметили подрядчики, работы идут по графику. До конца этого года пространство для отдыха и прогулок будет комплексно благоустроено. Обсуждение правил землепользования и застройки – присвоение имени великого русского писателя Достоевского гимназия номер 4. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании Волгоградской городской думы. 26 вопросов были включены в основную повестку. Перед заседанием депутаты в торжественной обстановке вручили высшую муниципальную награду – почетный знак города-герой Волгограда за верность Отечеству. Основательница организации «Солдатские матери» Галине Анисимовой. За годы своей общественной работы она помогла сотням военнослужащим и их родителям. Много раз во время боевых действий ездила в Чечню, участвовала в обмене пленных, передавала солдатам посылки от родных, вывозила раненых бойцов в Волгоградский госпиталь. Еще одно награждение сегодня одобрили депутаты. Звание почетный гражданин города-герой Волгограда в этом году будет вручено экс-главе города, депутату Государственной думы Виталию Лихачеву. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Волгограда. С инициативой выступил городской совет ветеранов. Комиссия по присвоению звания, в которую входят многие видные волгоградские общественники, поддержала единогласно. За шесть лет были такие очень серьезные дан и старт тем программам, которые и сейчас реализуются. Были произведены очень серьезные решения по инфраструктурным проектам. Виталий Викторович всегда очень активно сотрудничает с городской властью. Конечно, те программы, проекты и инициативы, которые идут на уровне уже законодательного органа в Государственной думе, конечно, они там находят отражение. В рамках заседания депутаты также определили главного по городским ливневкам. Полномочия по содержанию и эксплуатации ливневой системы водоотведения и локальных очистных сооружений закреплены теперь за департаментом городского хозяйства администрации Волгограда. Планы полной паспортизации и дальнейшего функционирования ливневок уже разработаны. Необходима для этого будет приобретена техника, необходимый штат людей. И я надеюсь, что в кратчайшие сроки мы большую проблему видели ливневых стоков очистки дорог от дождя, которые мы видим в наши редкие, но, как говорится, меткие моменты, когда у нас выпадает месячная норма осадков, чтобы мы избегали таких ситуаций в городе. Депутаты Гордумы приняли пакет изменений в карту градостроительного зонирования. Большая часть – по заявлениям жителей города. Кроме того, народные избранники одобрили корректировку правил землепользования и застройки земельного участка по улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. На этой территории планируется к реализации инвестпроект по строительству жилья на пересечении улиц Созидательской и Верхоянской. Илья Власенко, Рубентальский. Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 93 жителя региона заразились ковидом за минувшие сутки. Из них 14 – дети. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. В Волгограде – 27 новых заболевших, в Волжском – 21. Среди муниципальных районов наибольшее число зараженных – в Урюпинском и Серафимовическом районах, где заразились 8,4 человека соответственно. Полную картину вы видите сейчас на экране. Победить инфекцию смогли 128 волгоградцев. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. Случаи телефонных мошенничеств продолжают расти в геометрической прогрессии. В зоне риска может оказаться каждый, но в основном на удочку попадаются пожилые люди. Многоходовые комбинации и психологическая обработка позволяют мошенникам быстро заработать. Но не всем удается радоваться успехам. Сотрудники управления уголовного розыска регионального главка МВД России задержали жителей Ростовской области причастны к серии телефонных мошенничеств. Весной этого года в полицию поступили три заявления от пожилых волгоградцев. Во всех случаях пенсионерам звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Они уверяли, что приличная сумма денег позволит их близким избежать ответственности. Собранные средства пенсионеры отдавали курьерам. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений мужчины и женщины, проживающих на территории Ростовской области. Для их задержания наши сотрудники выехали в город Ростов, где в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Во время обыска полицейские изъяли два мобильных телефона, восемь банковских карт и сим-карты сотовых операторов. Мошенники забирали у обманутых пенсионеров деньги и переводили их своим сообщникам-работодателям, оставляя себе небольшой процент. В один из дней они забрали у 84-летней жительницы Тракторозаводского района 200 тысяч рублей. 85-летняя обманутая пенсионерка передала им 182 тысячи рублей, а 77-летняя жительница Красноармейского района – 320 тысяч рублей. Злоумышленников доставили из Ростова в Волгоград. Предъявлено обвинение по статье «Мошенничество Уголовного кодекса Российской Федерации». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности, в том числе на территории других регионов России. А прямо сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. Быстрые, комфортные и безопасные дороги. Волгоградская область получила более 2 миллиардов на развитие транспортной инфраструктуры. Подробности на нашем сайте. Хоть бы хны. Благодаря новым поправкам в кодексе об административных правонарушениях за мелкие нарушения ПДД автомобилисты не будут платить штрафы. Какое наказание последует за серьезные нарушения на дороге – читайте на МТВ.онлайн. Чисто там, где не мусорят. Аналитики составили топ-10 регионов с низким уровнем наличия мусора. На каком месте – Волгоградская область. В Волгограде пройдет финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В каких номинациях можно принять участие и каков он – главный приз. По шелковому пути на железных конях. Волгоградская область вновь примет этап крупнейшего ралли. В каких еще регионах пройдут заезды – читайте на МТВ.онлайн. Читайте также. Утоляем жажду и голод правильно. Диетологи рассказали, какие продукты не стоит употреблять знойным летом. Сколько стоят рыбные деликатесы и могут ли волгоградцы их приобрести? Изрешитило все. Какие бедствия принес град жителям Камышина? Об этом и не только читайте на МТВ.онлайн. Взаимодействие с органами контроля и судебными приставами – вопросы, которые волнуют волгоградских предпринимателей. Сегодня прокурор Волгоградской области Денис Костенко и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова провели личный прием и выяснили, с какими трудностями в этом аспекте сталкиваются бизнесмены города-героя. График личного приема к прокурору и омбудсмену расписан поминутно. Проблемы разнообразные, а заявителей много. Среди них новое предприятие сливной станции в Кировском районе, которому буквально мешают работать. Постоянные внеплановые проверки и запугивания вышли на совершенно другой уровень и сотрудники обратились за помощью. Нас засыпают угрозами о том, что мы либо не оплачиваем, хотя в арбитражении потом отказываются от исков и говорят, что да, вы оплатили, извините нас. То они нас пугают конкурентами. Теперь у нас в фасе рассматривается дело и страшно, и нас стали запугивать лично. Поэтому мы обратились первый раз на прием прокурора, пришли в городскую область. А вот кто-то за помощью главному прокурору, бизнес-омбудсмену обращается уже не в первый раз. В предыдущий раз предприниматель Александр Черничкин был на личном приеме в марте этого года. И тогда его претензия касалась неправомерной проверки в период действующего на территории России соответствующего моратория. После обращения к прокурору области была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что визит к Александру контролеров был незаконным. По итогам прокурорской проверки виновные привлечены к административной ответственности за самоуправство, а результаты незаконной проверки контролеров аннулированы. После этого единичного сигнала прокурорам области была организована масштабная проверка, в ходе которой выявлено более 40 незаконных проверочных мероприятий со стороны контролера. В результате принятых прокурорских мер реагирования итоги незаконных проверок в отношении бизнеса отменены, виновные привлечены к ответственности. Там, где мы вмешиваемся и вмешиваемся совершенно обоснованно, удовлетворить заявления граждан, как правило, получается. И сегодня было в качестве подтверждения несколько благодарностей по поводу предыдущего нашего вмешательства. Были заявители, которые повторно обращаются, которые в прошлом году уже обращались с другими проблемами, и им удалось помочь. Конечно, безусловно, очень приятно слышать слово благодарности в адрес прокуратуры. В повторном обращении Александр Черничкин решительно настроен выяснить, почему гарантийный фонд Волгоградской области отказался оказывать материальную поддержку. Рассчитываем на то, что руководство гарантийного фонда привлекут к ответственности, потому что мы считаем, что отказ незаконный. Мало того, что он противоречит их постановлению, их положению о выдаче данных гарантий, но плюс это противоречит в принципе сейчас концепции экономической политики. В этот раз за помощью к Денису Костенко обратились 20 человек. Среди основных жалоб – действия контролирующих органов и службы судебных приставов, а также действия правоохранительных органов. Действительно у нас еще сохраняется ряд административных барьеров, ряд, есть вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности в части взаимодействия с муниципальными органами, с органами контроля, ну и в том числе с судебными приставами, судами и так далее. Но этот ряд вопросов, он действительно порой требует просто определения дальнейшей тактики ведения бизнеса. Я считаю, что данные приемы очень эффективны, потому что позволяет предпринимателям и обращающимся людям донести проблемы, которые порой просто теряются на более низких уровнях, как и в госорганах, так и возможно в прокуратуре. То есть позволяет обозначить проблемы, на которые возможна быстрая реакция стороны прокуратуры и быстрое решение проблем. Рассмотрение поступивших в ходе личного приема обращений взято прокурором области на контроль. Ольга Цымбароевич, Роман Седлецкий, Время новостей. Проверка наличия информационных стендов, необходимое материально-техническое обеспечение и качество работы сотрудников полиции. В Волгограде в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при управлении МВД России по городу Герою посетили отдел ГИБДД технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Управления МВД России по городу Волгограду. Первое, на что обратили внимание общественники – доступность и удобство подъезда к зданию всех категорий граждан. Есть ли, может быть, какие-то таблички для подъезда, для удобного, чтобы гражданин мог найти по каким-то вывескам вашу организацию? Конечно, у нас с улицы Краснополянской есть указатели с двух проездов. Проверяющие убедились в удобстве парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гражданин паркуется в специальном для него местах, табличка. И дальше мы подходим, сразу видим информацию о госуслугах, график работы. В рамках проверки общественники проинспектировали выдачу водительских удостоверений и перерегистрацию автомобилей. Они обратили внимание на работу с гражданами сотрудников госавтоинспекции и время нахождения в очереди. Предварительная запись, либо в живую очередь талона граждане получают, либо записываются предварительно, кто не записался через сайт госусловий. А места для ожидания есть какие-то? Да, у нас есть три сала ожидания. Здесь у нас граждане заполняют две времени. Проверяющие отметили удобство присутствия граждан в помещении, а также наличие необходимой актуальной информации. В спорных моментах не осталось. Я считаю, что данная организация поставила свою работу на достаточно высокий уровень. Сотрудники отдела ГИБДД технического надзора и регистрации автотмототранспортных средств управления МВД России по Волгограду оперативно информируют граждан о существующих государственных услугах. Каждый гражданин может обратиться в отдел регистрации технического надзора для предоставления ему государственной услуги, постановки на учет транспортного средства, также прекращения регистрации, ну и с любыми интересующими его вопросами. Мы всегда открыты, готовы разъяснить все и подсказать дальнейшие его действия. Качество работы сотрудников по оказанию услуг, техническое оснащение отдела представители общественного совета при управлении УМВД России по Волгограду оценили положительно. Такие проверки будут продолжены и в других подразделениях УМВД России по Волгограду. А сейчас расскажем вам, что подготовила Небесная канцелярия. В Волгограде переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, днем северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, в днем плюс 25, плюс 27. В столице нашей Родины прошла Московская неделя моды. Новые коллекции представили более 450 дизайнеров из разных регионов большой страны. Покорила публику и Волгоградка Саша Журина. Она презентовала модный бренд 1377. Он вошел в топ самых запоминающихся образов недели моды. Строгие формы и нежные цветочные принты, накладные карманы и летящие платья. Как зарождалась коллекция? Как сочетали несочетаемое? И какие тренды россиянам предлагают носить в ближайшем сезоне? На эти другие вопросы волгоградский дизайнер ответила нашему корреспонденту. Открывает показ мужской костюм с цветочными мотивами. Здесь нежные неброские цвета, флористические принты, объемная рубашка. На ногах плетеная обувь, похожая на лапти. Первый образ сразу же передает атмосферу всей коллекции, которую Саша Журина, волгоградский дизайнер одежды, назвала 13 регистров. Я очень много слушаю музыки, и само вдохновение приходит во время прослушивания. На этот раз вдохновением послужила необычная работа мехов аккордеона, баяна, гармонии, его форма, когда работают меха, проекция. И вот эту проекцию я взяла и интегрировала в конструкцию одежды. Акцент на объемных накладных карманах, на каждой детали лаконичных и порой строгих образов. Лейтмотив коллекции – вот эта куртка, напоминающая играющий аккордеон. На московской неделе моды волгоградский дизайнер представила 20 луков. В линейку вошли как мужские, так и женские костюмы. Здесь любимые современной молодежью оверсайзе. Объемные накидки, комбинезоны и мужские жилеты. Даже навеянная ностальгией по советскому прошлому – сетчатая рубашка. Фишкой показа стали живые цветы. Они дополнили каждый образ и передали настроение. Показ открывался цветочным орнаментом, показ закрывался цветочным орнаментом и растяжка была от черного к белому. Это наши как бы цвета, с которыми мы работаем. Главное событие фэшн-индустрии нашей страны в этом году в столице проходило сразу на нескольких площадках. Коллекцию Саши Журины увидели в парке Зарядье. Здесь же для посетителей работали и маркеты, где дизайнеры лицом к лицу знакомились с клиентами. Вопросов было много. Я постоянно прибегала на маркет, потому что знакомилась с покупателями, с новыми, объясняла. Очень им интересно было, как, допустим, вот эта вещь и почему такие карманы вообще получились. Зрители прекрасно отреагировали. Мы очень довольны не только организацией, но еще и возможностью продаваться после показа на маркете. Это очень хорошая для нас была возможность, и мы действительно хорошо там продались. Собственный бренд одежды дизайнер Саша Журина создала 4 года назад. Его название 1377 – набор самых счастливых и значимых дат в жизни мастера. Раньше марка позиционировалась как мужская, но сегодня одежду в Волгоградке активно покупают и женщины, подходит всем. Основная идея бренда – выделить индивидуальность человека. Саша уверена, вещей в гардеробе не должно быть слишком много, при этом они обязаны дружить. Мы не выпускаем много, мы делаем по 10, максимум 15 моделей на артикул. То есть для массового производства это вообще ничего. Мы постоянно меняем нашу линейку, то есть мы, если мы говорим, что будет всего 15 моделей, то их будет 15 и не больше. Представляете, быть обладателем одних брюк из 15 в мире. 1377 – средний люкс. Волгоградский бренд уже оценили в Париже, Шанхае, Тбилиси, Москве и других городах. Поклонников много. И сегодня, когда в модной индустрии наблюдаются большие изменения, перед российскими предпринимателями открываются новые шансы для развития. Ушел весь масс-маркет, вы представляете, то есть это ниши освободились. Это огромные возможности для наших коллег, и поэтому хотелось бы, чтобы эту возможность не упустили. Сама Саша такой шанс упускать точно не планирует, а дальше только творить и покорять. И уже не только российский, но и мировой рынке. А вдохновение, уверяет дизайнер, точно хватит. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Минин, но не тот. Личные вещи, документы и редкие фотографии известного революционера Сергея Константиновича Минина. Все это волгоградцы и гости города увидели сегодня на выставке «Золотая награда Реввоенсовета Республики». Экспозицию представили в течение только 45 минут. После этого редкие экспонаты вновь отправились в фонды Волгоградского областного краеведческого музея. Увидеть воочию раритетные фотографии «Золотые часы» известного советского политического деятеля в ближайшие годы уже не получится. Редкие экспонаты выставили на обозрение менее чем на час. В музее есть такой интересный цикл «Тайны музейных кладовых и истории одного экспоната». И мы благодаря этому проекту показываем редчайшие экспонаты нашей коллекции. Сергей Минин – активный участник революционного движения, советский государственный деятель, талантливый публицист и наш земляк. Он родился в семье священников Дубовки. С августа 1917-го именно он был главой Царицына. Человек он был известный в период революции, гражданской войны. И подчеркну, что в том заслугу, в том числе и Минина Сергея Константиновича, в бескровном, скажем так, переходе власти, в период Октябрьской революции в городе Царицына. На выставке представлены личные вещи революционера. Среди них фотографии различных периодов его жизни. На одной из них – 1920-й, канун наступления 1-й конной армии на Крым. В 30-е годы Сергей Минин подвергся репрессиям. Фотография-то чем интересна? Она все эти годы была известна в ретушированном виде. После того, как начались репрессии по отношению к Минину, Минин чудесным образом исчез с этой фотографией. Василий Миретушоров. Фотографии, документы, книги и награды. Большая фондовая коллекция состоит из многочисленных экспонатов. В областном краеведческом музее бережно хранятся личные вещи Сергея Константиновича Минина. Это наградные швейцарские часы. После выставки они отправятся в фонды хранилища музея. Дарственная надпись свидетельствует о том, что часы были вручены Сергею Минину за его заслуги в гражданскую войну. 3 января 1921 года. Очень интересно. Вы понимаете, в 1921 году его награждают золотыми часами РВС, то есть глава был Лев Троцкий. А уже в конце 1921 года его начинают, скажем так, достаточно принижать его значение. Личные вещи советского партийного деятеля в 2007 году передала Волгоградскому областному краеведческому музею внучка Сергея Минина. Только спустя 15 лет на золотые часы впервые смогли взглянуть посетители. Все это для того, чтобы сохранить раритетный экспонат, ведь этим часам уже более 100 лет. Такие выставки напоминают о судьбах наших земляков, которые внесли значительный вклад в историю нашей страны. Анна Полякова, Александр Шишин. Время новостей. Уникальный и неповторимый. Личность Петра I была настолько яркой, что образ императора не раз воплотили в живописи. Сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда открылась выставка, где представлены подлинные гравюры конца 17-го, первой половины 18-го веков. Межрегиональный выставочный проект из собрания Тамбовского областного краеведческого музея вошел в программу мероприятий Ассамблеи Петровских музеев России. Все они посвящены 350-летнему юбилею со дня рождения Петра Великого. Одной из первых уникальные экспонаты увидела и наша съемочная группа. Зарождение интереса к гравюре как к объекту коллекционирования началось в Петровскую эпоху. И только к последней трети 18-го века гравюра начинает оцениваться как произведение искусства. Множество гравюр и картин. Их нарисовали разные художники, но все они об одном человеке, чью роль в истории России невозможно переоценить. На выставке образ Петра Великого в живописи и графике 17-19 веков волгоградцы и гости города увидят произведения признанных европейских и русских мастеров. Уникален каждый из представленных на выставке экспонатов. В Тамбовском краеведческом музее более 2700 гравюр. Из них 71 связано с Петром Великим и с его окружением. Здесь различные варианты. Гравюрные показаны и с Петром Великим, и с его окружением, и с его женой, будущей императрицей Екатерины I. Ну и в том числе довольно-таки редкие гравюры. Тоже здесь демонстрируется, но это связано с историей России. Экспозиция знакомит посетителя с уникальными экземплярами русской печатной гравюры, портретами Петра I и его сподвижников. Портреты могли быть гравированы по особому правительственному распоряжению. Не были исключены и частные заказы. Портрет монарха, предназначенный для подношения, могли себе позволить столько особы, приближенные к правителю. Инициатором создания гравюры к свадьбе императора выступил князь Меншиков. А в 1730-е годы гравюр Вагнер по живописному оригиналу выполнил гравюру Петр I с богиней Минервой. В гравюрной, как правило, развиты две техники. Это афорта, это такая классическая, классическая афортовая, и тинту мэдсо, это такая английская, хотя итальянские слова, но это английская техника, это специальное травление, соответственно, доски. Неотъемлемая часть выставочного проекта – первые издания, посвященные гравированному портрету и мастерам русской школы гравирования Равинского. Особый интерес представляют издания словаря 1870-го и 1872-го годов с пометками библиографа Ваейкова, которые служили ему каталогом собственной коллекции. На страницах подробного словаря русского гравированного портрета Равинский неоднократно обращается к экземплярам из его коллекции. Многие из утраченных некогда полотен сопровождались подписями художников под гравюрой. Примером может служить гравюра Петр Великий с произведения французского художника Фрасте. В экспозиции представлена свободная копия, выполненная неизвестным художником с оригинала. Гравюры известны были в тот период времени, вообще получили широкое распространение в XVIII веке. Петр очень активно интересовался, это был очень технически интересный для него процесс, поэтому он получил развитие в то время. Что на них представлено? Это и бытовые сцены, и батальные сцены. Специально для жителей Волгограда на выставке представлены страницы с буквами алфавита того времени, в которых угадывается слово «Царицын». Посетители выставки признаются, она оказалась гораздо интереснее, чем они предполагали. Я ожидала все-таки сухие выпарки исторических каких-то моментов, но я удивлена, что здесь есть все-таки живопись, потому что это моя история. Мне очень нравится, и особенно гравюры, я считаю, таким очень тонким, интересным моментом. Гравюры, картины, потешную пушку, ордена и другие предметы эпохи Петра Великого уже увидели жители Тамбова и Саратова. До 29 августа выставка будет открыта в Волгограде, а после отправится в Борисоглебск. Дарья Соловьева, Виталий Грищенко. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на ru-tube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. А сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи на канале МТВ. МТВ.